Ольга Городничева Уверена, что Стивен Кинг пишет только произведения в жанре мистики или ужастики Но на самом деле он пишет еще триллеры, пишет романы с неким философским подтекстом Ну и, конечно, книги в жанре мистики Я думаю, что сказки Нет, сказки, к сожалению, он уже давно, наверное, не пишет, может быть, только в детстве И то страшно Но также еще Стивен Кинг работает как и в жанре романа, так и использует часто малые литературные формы как рассказы И в данном случае книга – это сборник рассказов, действительно абсолютно новых В книге содержатся рассказы, которые он писал с 2009 года до 2015 Которые ни разу не издавались в бумажном варианте То есть это были рассказы для электронных площадок, для различных сайтов, для журналов, как, например, Playboy Уж, честно говоря, не знаю Серьезно? Да, как Дима, там что? Да, усказы печатают Не знаю Как попали ужастики в данный журнал Им, например, в журнал «Алекс Клайр» И сейчас все это объединено в книгу, которая в Америке вышла в 2015 году У нас уже она переведена на русский язык И вот сейчас она появилась на книжных прилавках Но, конечно, Стивен Кинг повторяет свои лучшие традиции в жанре мистики Один из рассказов «81-го миля» меня очень поразил Где рассказывается о машине убийцы, которая пожирает людей Класс! После этого страшно немного было прикасаться к автомобилю Но, тем не менее, конечно, Стивен Кинг, он остается мастером ужаса Который страшно читать не только в ночное время, но даже и в дневное Ну да Давайте что-нибудь не такое страшное есть у нас Еще одна очень-очень хорошая книга Ее очень долго ждали Это книга Евгения Водолазкина «Авиатор» Евгений Водолазкин – это наш российский литераторовед, филолог и писатель К нему пришла огромнейшая слава после его романа «Лавр», за который он получил большую премию Теперь его называют русским «Умберто Эко», а в англоязычных странах его называют российским «Маркесом» Но надо сказать, те, кто почитали роман «Лавр», безусловно, ждали повторения От Водолазкина что-то нечто похожее, аналогичное Но, к сожалению, это не «Лавр», это совершенно новая книга и, может быть, это к лучшему Потому что в данном случае писатель растет, развивается и создает что-то нечто новое, свое и неповторимое В каком стиле написана книга? Это действительно роман о человеке, который, скажем, находится вне своего времени Главный герой Иннокентий Плетнев просыпается на больничной койке Он ничего о себе не помнит, у него есть только обрывочные воспоминания И чтобы восстановить память, он начинает вести дневник К нему приходят образы из гимназии, первой любви О том, как он любил авиацию, о том, как он находился в Соловках И образы революции 1917 года Но что странно Действие-то происходит в 90-е, да? В 99-м году, да И вот в этом весь заключается и парадокс Ну, скажем так, очередная книга о человеке вне своего времени То есть который, ну, находится в своем времени, не в том месте Ну вот здесь на обложке есть подсказка Вот этот ледяной куб Соответственно, друзья, вы можете догадаться, да? Что человека заморозили Он проснулся через много-много десятилетий А, это фантастика? Ну, не совсем То есть это, наверное, единственное, что фантастическое есть в этом романе Это вот процесс к реализации, наверное, как правильно говорится Друзья, для любителей фантастики и не очень Рекомендуем книгу Евгения Водолазкина Кто любит фантастику и фэнтези Кто также любит смотреть фильмы и читать книги Вышла книга «Варкрафт. Дуротан» от Кристин Голден Ну, естественно, в самое ближайшее время стартует в кинопрокате Блокбастер «Варкрафт» Конечно, очень большая поддержка как со стороны медиа, СМИ Ну, так и с точки зрения литературных книг Выходит книга Надо сказать, что она написана не по фильму И фильм снят не по этой книге Это приквел, предыстория О том, о чем пойдет речь в фильме Главный герой – это орк Дуротан Он предстает перед очень сложным выбором Либо оставить свои земли, оставить свою веру Либо спасти свой народ Ну и, соответственно, и также этот орк Дуротан Будет одним из главных действующих лиц в новом блокбастере Ну, вообще, надо сказать, что это очень модная тенденция Создание вселенных и миров То есть уже созданный мир «Игры престолов» Создан мир Марвела Ну и также создан мир «Варкрафта» Ну, «Варкрафт» – это игра, да? Да, он отличается То есть, если «Игра престолов» – это все-таки по книге снята Это сделано по игре Не так часто выходят фильмы по играм Будем надеяться, что фильм хороший Об этом, кстати, мы поговорим в другой день с нашим кинообозревателем Ну, то есть нужно прочитать эту книгу, прежде чем пойти на фильм, да? Да, ну, и знаете, часто ведь бывает так, что сначала снимают основной сюжет А потом появляются приклы Да, так что в данном случае, ну, может быть, порядок не столько важен Но, тем не менее, конечно, лучше считать в хронологическом порядке И знать, что было до Ну ладно, поехали дальше Ну, и также еще одна вселенная, о которой только что шла речь Это вселенная Марвел Вышла книга «Первый мститель. Гражданская война» Как раз уже тоже к выходу фильма «Первый мститель. Противостояние» Не фильм, не книга, они не сняты друг по другу И не написаны по фильму Потому что основой для создания и фильма, и книги является комикс О Капитане Америки Как известно, комиксы – это очень популярная литературная форма в Соединенных Штатах Это фактически, как бы, основа их литературы Комикс «Капитане Америки» был создан еще в 40-х годах Это такой некий сильный человек Ну, он безымянный, скажем так Это мог быть любой абсолютно человек Которому ввели специальную инъекцию Он получил сверхспособности Сверху стал сверхчеловеком Ему дали непробиваемый щит Иди, работай Да, облачили в костюм цветов Америки И отправили работать, спасать мир и свою страну Ну и, соответственно, данная книга как раз написана Является адаптацией графического романа о «Первом мстителе» И в данной книге, как и в фильме, пойдет противостояние двух главных героев У нас в гостях была, можно сказать, гениальная Ольга Городничева Которая каждую среду приходит к нам и рассказывает, что прочитать на этой неделе Интереснейший разговор у нас получился И не менее интересные новости Потому что сейчас программа «События» продолжает нашу программу Субтитры создавал DimaTorzok